Какие документы накапливаются? В этом году сказал Сергей Логутин, что документы в формате PDF прекращают свое действие. Количество их резко сокращается, ну и по-хорошему нужно думать о том, чтобы переходить уже планомерно на структурированные форматы. Соответственно, проектный офис НИУИС и Минздрав Российской Федерации нам говорят о том, что каждый год количество документов в формате SEND нужно увеличивать. На текущие моменты 2023 года это 76 типов документов. Количество документов достаточно большое. Соответственно, все регионы, большинство регионов до сих пор продолжают в формате PDF работать. Кто-то уже плавно переходит на полностью формат SEND. Здесь я хотел бы Ленинградскую область как раз-таки отметить. По итогам 2022 года Ленинградская область заняла у нас первое место вообще по количеству структурированных электронных медицинских документов. Если коллеги здесь присутствуют, поднимите, пожалуйста, руки. Коллеги, можете потом обращаться к четвертому столику и спрашивать, каким образом они достигли таких результатов. Соответственно, чем, собственно, отличается формат структурированный от не структурированного PDF? Ну, прежде всего, за счет своей структуры. И за счет того, что формат CD, он же SEND, он имеет машиночитаемый формат. То есть любое программное обеспечение, которое позволяет извлекать эти данные, может брать любой документ и эти данные использовать в своей работе. Ну и, соответственно, CD-документ, он же SEND, опять же, повторюсь, хранит в себе эти данные. То есть данные достаточно понятны, их можно использовать и, соответственно, обмениваться между различными медицинскими системами. Ну и, соответственно, то, что формирование документа происходит по единому стандарту, это тоже, несомненно, огромный плюс. Что же содержится в структурированном электронном медицинском документе? Почему он важен? Потому что заполняется врачом по достаточно простым механизмам. То есть есть, скажем так, два вида, каким образом заполняется этот документ. Это выбор значений из справочника, из федеральных справочников. Здесь у меня на примере на слайде это места наступления смерти. То есть мы здесь рассматриваем медицинское свидетельство о смерти, такой достаточно важный документ. Видим, каким образом заполняется. То есть мы выбрали код 3, указали, что случай произошел в стационаре и все. И таким образом мы практически где-то 70%, где-то 80% документов, но документы разные, заполняем именно такими значениями. То есть это нам позволяет в едином формате документы заполнять. И, соответственно, эти данные мы можем извлекать в дальнейшем. Ну и, соответственно, есть блоки, которые врачи заполняют простыми словами, простым текстом. Ну, с такими данными сложно работать, поэтому мы в своей работе больше отталкиваемся от тех, которые заполняются по справочнику. Соответственно, документы по объему все разные. Медицинское свидетельство о смерти. Этот документ, можно сказать, не очень большой. В нем всего лишь порядка тысячи строк, если не ошибаюсь сейчас. Понятно, что большая часть этих данных – это различные комментарии, это различные теги и так далее. То есть ценной информации поменьше, но, тем не менее, ее достаточно много. Соответственно, есть документы, которые для сравнения я здесь привел. Это выписной эпикриз и стационары по отдельным профилям медицинской помощи. Такой документ формируется в медицинских информационных системах и отправляется в федеральный ВИМИС по профилю профилактика. В этом документе чуть больше 13 тысяч строк. То есть документ сам по себе огромный. Мы посчитали, открыли документ, то есть мы этот документ взяли как пример на портале оперативного взаимодействия ЕГИС-СЗ и увидели, что в нем практически миллион символов. Начали сравнивать и оказалось так, что он примерно равняется тому, ну как примерно равняется, он гораздо больше по количеству символов, чем любой том романа «Война и мир». Это просто вам для понимания, насколько объемны эти документы. Ну и как говорил, что да, большая часть документа это все-таки различные комментарии и теги. Здесь, к сожалению, на экране не очень это видно, но тем не менее, вы всегда можете обратиться на портал, взять этот документ, заглянуть во внутренности его и понять, сколько человеку нужно времени для того, чтобы изучить такой документ. Соответственно, кратко прибегусь о том, опять же коллеги рассказывали, каким образом у нас происходит взаимодействие, как данные перетекают из медицинских информационных систем в наши региональные сервисы и что мы умеем с ними делать. Соответственно, есть два уровня в нашем понимании сейчас. Сейчас это уровень медицинских организаций. Сюда мы относим государственные медорганизации, частные, ведомственные. Ну, про частные сегодня уже сказали, про ведомственные тоже, в принципе, обсудили. Государственные нам всем известны, как они работают, что они оформляют, какие данные мы из них можем получить. Соответственно, во всех медорганизациях сейчас, как уже говорили, формируется достаточно большое количество документов, и мы их в себя, в наши региональные сервисы умеем забирать, хранить и в дальнейшем использовать. То есть это не просто так получается, что мы в себя данные приняли эти документы, отправили на федеральный уровень, в РЭМТ или в ВИМИС, и все, и забыли про них. И они будут доступны только врачам где-то, которые будут обращаться к ним крайне редко, или пациентам аналогично. Соответственно, с этими данными нужно уметь работать, и мы это умеем делать. Соответственно, здесь сам процесс, как это происходит на основании тех данных, с которыми мы уже работаем, и с которыми где-то планируем, а где-то уже начинаем работу. Соответственно, есть хранилище серых данных, так называемых, то есть это первичная информация в необработанном виде, как она есть. То есть как нам ее прислали, так мы ее загрузили в подсистему аналитика. Дальше уже разбираем эти данные, очищаем их, убираем дубли, то есть информация становится качественной, понятной и пригодной для использования. И на основании уже как раз этих данных, которые мы берем из аналитических витрин данных, эти витрины данных, они отличаются сейчас от федеральных, которые говорили, да, прошу не путать. Это аналитические витрины данных, которые в себе как раз подготовленные данные и содержат для дальнейшей аналитики. И на основании этих данных мы уже строим и конструируем различные визуализации, диаграммы, как это все красиво. Я чуть позже покажу, как это выглядит. Соответственно, хотел бы плавно перейти к самому инструменту парсинга, который у нас есть в подсистеме аналитика, каким образом он работает для того, чтобы извлечь данные из большого количества CD-документов. Ну, во-первых, что такое парсинг? Это, по сути, механизм, который позволяет извлекать данные из тех документов, которые передаются на региональный уровень. Соответственно, инструмент позволяет указать путь в самом документе, какие данные нам нужно забрать. Сама структура документа SEMT, она, ну, не сказать, что сложная, с одной стороны, да, но есть свои нюансы. То есть структура документа SEMT выглядит таким образом, что у него есть заголовок документа. Это, по сути, такой шаблон, который от документа к документу, он практически не меняется. То есть в нем содержится идентификатор, в нем содержится наименование самого документа. Их мы можем использовать уже по всех других документах и так далее. А вот самая сложная часть документа – это все-таки секции документа, да, и те данные, которые в них содержатся. Мы внутри себя назвали те данные, которые внутри этих строчек содержатся, кванты данных. Ну, такое интересное научное название, его очень комфортно использовать. Соответственно, какие это данные? Это данные, которые находятся в секциях. Секции данные пациента, данные врача, диагнозы, аллергены, инфекционные заболевания. Например, сейчас появился новый профиль в ВИМИС, появляется, да, вот недавно методические рекомендации были отправлены по регионам. Там появляется новый документ – экстренное оповещение об инфекционном заболевании. Соответственно, этот документ мы тоже можем в работу взять, извлечь из него данные и, соответственно, построить по нему аналитику. Ну, вот как недавний случай, да, с отравлением, я думаю, все знают. То есть мы оперативно можем с этими данными работать. Соответственно, есть различные причины смерти, какие-то другие секции, какие-то анамнезы жизни пациента и так далее. Они, как правило, в текстовом формате заполняются, поэтому они не очень интересны для аналитики. Но, тем не менее, их можно извлекать. Соответственно, на основе квантов данных мы можем получать и строить различную статистику. Здесь, соответственно, есть перечень причин смерти, по которым были определены какие-то пациенты. Там, опять же, плохо видно, есть по возрастам и так далее. То есть мы все данные берем из документов. Соответственно, каким образом и что мы можем получать еще из структурированных электронных медицинских документов. Ну, такая, наверное, классика, да, про которую все знают и которую, возможно, где-то используют у себя. Это показатели смертности. Это сведения о рождаемости. Ну, то есть, опять же, можно получить какие данные? Данные матери, данные, которые указываются в документе. Это, соответственно, и различные сведения по инвалидности из того документа, который называется у нас направление на медико-социальную экспертизу. Соответственно, все данные, которые содержатся в формате СЭМТ, эти все данные, они юридически значимы. То есть каждый документ, который отправляется на федеральный уровень, он подписывается. Ну, все мы об этом знаем, да, и попытаемся каким-то образом исправить различные ошибки. Данных в документах много. И, соответственно, самих документов тоже много. И здесь важно, и задача региона, да, понять, какой приоритет выставить сейчас. Потому что отработать объем такой документов, да, мы видим, что в РЭМД это 76 типов документов, и в ВИМИС, если суммарно посчитать, тут порядка 70, по-моему, получается. То есть нужно определить. И забегая немножко вперед, хотел бы сказать, что как раз-таки после секции докладов мы сегодня с вами такую практическую работу проведем за столами и определим, какие же, например, СЭМДы для каждого региона наиболее приоритетны. Соответственно, наряду с инструментом парсинга, который у нас присутствует в подсистеме аналитика, у нас также есть некая база знаний, да, которая позволяет нам значительно сократить работу при работе с новыми форматами документов. С НУИС как раз-таки в этом году, по-моему, 30, да, документов примерно нам спустил. В следующем году, скорее всего, это количество еще увеличится, и нам каким-то образом нужно с этими документами будет работать. Соответственно, с помощью базы знаний мы можем различные структуры одного документа переложить на другой. Но понятно, что не все структуры, они там схожи, и здесь нужно тоже постараться, чтобы их соотнести. Ну и, соответственно, такой процесс, он достаточно ускоряет процесс именно работы с новыми документами и, соответственно, позволяет сократить количество, общее количество ошибок, которые могут возникнуть при работе с новым документом или с новой редакцией. Ну и, соответственно, как мы знаем, с 1 июня 2023 года все регионы должны передавать 100% документов из 100% медицинских организаций в своих регионах документ, который называется «Направление на медико-социальную экспертизу». Сейчас ВКС проводится на эту тему, журят те регионы, которые еще продолжают в бумажном виде отправлять, то есть просят, чтобы все документы были уже в электронном формате. Соответственно, следующие на очереди документы – это могут быть медицинское свидетельство о рождении и о смерти, потому что исполнение этих документов тоже должно быть в 100%. Ну и, соответственно, аналитика должна прежде всего строиться в приоритете из тех документов, которые передаются от всех 100% медицинских организаций в регионе. И на основании этой информации все равно же все регионы сейчас работают с сэндом документов, все прекрасно понимают, какие данные там содержатся, и наша практическая часть в виде деловой игры как раз-таки будет посвящена этой информации, то есть мы будем рассматривать данные, которые брали из документов, и будем использовать это в игровой такой интересной форме сегодня, буквально через несколько минут, я так понимаю. Коллеги, на этом у меня все, надеюсь, все было понятно. Если что-то непонятно, жду ваши вопросы, и можно меня будет поймать где-то, задать лично. Слушайте, у нас вопросов много, но времени мало, поэтому я сейчас всю, конечно, ответственность переношу на Владимира. Владимир, есть какой-нибудь один такой, или там, может быть, два вопроса, классных, сильных, самое главное, чтобы это, важно, чтобы все услышали ответственность на вопрос. Может ли регион, используя функционал системы BI, создавать свои отчеты и витрины, а также получать свои базы для обогащения аналитики? Да, конечно, может. Здорово, здорово, спасибо. А еще будет вопрос, или этого хватит? Я думаю, в кулуарах пообщаемся и на нашем стенде, потому что у нас действительно время поджимает. Ага, коллеги, ну вдруг кто-то чувствует, что нет, не согласен, Владимир, с вами хочу задать вопрос. Есть ли человек, который готов прямо сейчас озвучить, считает, что это нужно сейчас проговорить, не в кулуарах?